Информационные технологии в медицине – это шанс предупредить заболевание, вылечиться и иногда даже спасти жизнь. 24 и 25 августа в столице Республики состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные и инновационные технологии в онкологии». Участники конференции – врачи-онкологи со всей России. В программе «Вопросы развития IT-технологий в здравоохранении, инновационные подходы к диагностике и лечению злокачественных опухолей». Организатором Всероссийской конференции «Республиканский онкодиспансер» является не случайно. Сегодня в нем используются самые высокотехнологичные разработки. Современное оборудование вообще в мире и у нас в том числе, оно сейчас все с так называемой цифровой обработкой. То есть все изображения КТ, МРТ, УЗИ, бронхоскопия, эндоскопия желудка толстого кишечника – это все можно показать в изображении, то есть записать, чтобы врач потом мог еще раз посмотреть, проанализировать и, если сложный случай, кому-то передать. Консультации в режиме онлайн тоже стали обычным явлением в онкопрактике. «Мы единственный онкодиспансер, который работает с нашим головным учреждением, и это онкологическим центром в Москве имени Блохина, напрямую с 2016 года. Что это такое? Это идут телемедицинские конференции в постоянном режиме, врач-врач, и ведется консультация тяжелых пациентов». Онлайн-консультации проходят и с районными специалистами. Это позволяет сберечь такое ценное в случае с онкозаболеваниями время. В ситуации, когда случай тяжелый, пациента тут же транспортируют в республиканский онкодиспансер.